Здравствуйте. Здравствуйте. Является ли Россия хорошим местом для жизни? Нормально. Неплохим. Почему нет? Может быть, даже лучшим. Ну, в Москве неплохо. Я недавно переехала, мне хорошо. Место для проживания хорошее, но, к сожалению, молодёжи очень сложно сейчас жить в России. Вот. Но я вообще хочу переехать. Куда? В Швейцарию. А почему? Государство как-то устроено более хорошо. Нет. Всё. Безусловно, если сравнивать с африканскими странами, с Индией какой-нибудь, в России хорошо, потому что, ну, очевидно, что там в Индии мусор, в Африке там не всё развито. Но, во-первых, Конституция опять заново, да и, в принципе, у нас 20 лет застой какой-то. Я думаю, что, ну, типа, в каких-то аспектах – да. Но я, по крайней мере, себя чувствую безопаснее, например, чем в Штатах или, там, в Великобритании, потому что там медицина очень дорогая. Там нужна страховка, типа. А здесь, если я заболела, я могу прийти, и такая, типа, я болею, помогите, пожалуйста. И мне такие, ну, ладно, сейчас поможем, бесплатно. Ну, это родина. Это там, где я родилась. Здесь мои корни, здесь мои родители, здесь мои дети. Я здесь родилась, я люблю эту землю. Я говорю про себя. Конечно, смотря как смотреть, и как себя ощущать. Конечно, мне нравится. Да. Вообще-то, я люблю свою родину. Мне кажется, что здесь сейчас очень красиво и достаточно безопасно. Как бы хорошо, где нас нет. Ага. Мне кажется, везде можно найти свое место. То есть, даже если вы в Африку переедете, вам и там может быть хорошо, да? Ну, я думаю, да. Я думаю, там тоже есть счастливые люди. Нет. Ну, потому что в России много несправедливости, я считаю. Нормально. А почему не нормально? Мы в другой жизни не знаем. А какие плюсы? Менталитет. Ну, когда путешествуешь в других странах, в другой менталитет людей, в Индии, например, все любят подходить вот так максимально близко. Здесь есть расстояние. Наверное, люди – это основной плюс. Когда жила в Европе, ну, какими-то периодами было там сложно из-за закрытости людей. А в России достаточно все открыты, и это прикольно. Чистый воздух, чистая вода, и люди хорошие должны быть обязательно. Если не будет вот именно вот этой неотъемлемой части социума, то, в общем-то, тогда, мне кажется, можно просто вырастить бороду, там, отпустить шерсть, там, когти, и идти в лес, например. Плюсы – это то, что можно развивать страну, очень классно здесь жить с семьям, воспитывать детей, вот. Ну, вот, например, творческому комьюнити очень тяжело. Ну, плюсы, потому что здесь красиво очень все. А четыре года уже живем в Москве. Хорошая природа, скажем так. Ну, много чего интересного старинного берет, скажем так. Ну, бесплатная медицина, образование. Спокойно, стабильно. А какие минусы основные? Минусы? Блин, ну сейчас скажу политика. Какие минусы? Политика. К народу обращается, как к свиньям. Вот где минусы. Правительство плевает на народа, на простых людей. Минусы? Ну, не знаю, мне, в принципе, все хорошо живется. Архитектура, наверное. Находясь в России, когда я выхожу погулять, я не вижу вокруг себя ничего красивого, то, что вот на таком уровне. Когда я смотрю на небо, мне красиво. Но когда я смотрю вот в этом радиусе, мне некрасиво. Власть. Очень скверные люди прорвались, так скажем, к вершинам власти. И когда человек счастливый, когда он чувствует, что он равноправен людьми, которые имеют возможность решать его судьбу. А когда он понимает, что им просто пользуются, то в таком случае человек перестает быть счастливым, ну, просто как априори. Даже, может быть, у него и есть кусок хлеба, может быть, у него там крыша над головой есть, там, без проблем. Но, как бы, когда он понимает, что он в данном случае лишь овца, с которой просто стригут шерсть, как бы, он перестает быть счастливым, творческим человеком. Вообще, наверное, это было бы самое главное. Наверное, основные минусы, то есть на сегодняшний день образование, здравоохранение, раскол общества для меня тоже является минусом. Не любят Россию во многих странах мира. И иногда надумано, не любят и боятся нас. Поэтому мы такие немножечко отрезанные от всего мира. Поэтому в этом минусы. Для москвичей меня не знают, для иностранных есть несколько минусов, потому что немножко трудно вот здесь жить. Минусы? Это очень сложно сказать. Здесь вообще сложная штука. Поэтому плюсы и минусы зависят от того, как ты относишься к теме или иным явлениям. Извините, но я уже философ. Дороги? Дураки. Дороги плохие? Ну, смотрите, дороги плохие. Какого же это за дороги? Ну, не везде. А парад, по-моему, лучше. А вы бы хотели куда-нибудь переехать? Хотела бы. Пока не знаю, куда. Почему не знаю? Потому что нужно сначала попутешествовать, понять, где классно и куда поехать. Да, я думаю, да. А куда и почему? Не знаю, но сейчас везде такая нестабильная обстановка, что сложно сказать, куда, куда-нибудь, где молодёжь нужна. Я бы хотела, наверное, да. Очень хотела бы в Голландии, мне там понравилось. Очень много там искусства, выставок и всего того, что мне нравится. В Лондон. Ну, потому что я там уже была, я там проживала, и я там чувствовала себя счастливой, даже когда одна играла. А здесь я чувствую себя какой-то ненужной. Странно, типа, что в Лондоне я чувствовала себя более как будто, типа, нужной, а в России я чувствую себя ненужной. А из-за чего? Я не знаю. Депрессия, например. Ну, я бы не хотел именно... Мне от слова эмигрировать не нравится, потому что, ну, как миграция животных. То есть, как бы, там, птицы перелётные там бывают, там, бывают, там, лягушки ходят, они, значит, переходят через дорогу, там, мигрируют, там, из одной части леса в другую. Я бы хотел иметь возможность просто двигаться в любом направлении и сам себе определять место, как бы, для жизни, там. Ну, допустим, пожил там, пожил там, там посмотрел, там посмотрел, сравнил, там, я не знаю, выбрал какое-то место потом для спокойной старости, например. Я бы, наверное, шастал просто везде по Европе, там, туда-сюда, терялся без денег, просто оставался. Если выбирать, жить ли в России или где-нибудь в Европе, то, конечно, мне кажется, любой подросток в моём возрасте выбрал бы жить в Европе, ну, или в Америке. А вы бы хотели куда-нибудь переехать? Нет, бывая в разных странах, я поняла, что я... Да, там очень хорошо, там клюва, там прекрасно, там хорошо живут люди в некоторых местах, а в некоторых гораздо хуже, чем я, но я хочу жить на своей земле. Там, где нет земли. Нет, не хотел, здесь не нравится. Нет. А почему? У меня здесь острое быть. Да, хотела бы быть. А куда и почему? Ну, это тоже будет для меня опыт, и другое общество, другой менталитет, это интересно, почему нет? Мне тут хорошо, у меня есть возможность переехать, но нет, никогда. Нет. Нет, а почему? Мне нравится своя страна, и своей страны должны быть свои люди. Ну, даже если правительству наплевать на местных жителей. Ну, это не в наших руках, мы всё равно ничего не можем сделать. Ну, было бы хорошо, каждый человек жил у себя на стране, на своей родине. Как Господь скажет.